Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Ну что же, мы продолжаем. Сегодня у нас декабрь и январь в нашей карьере. Первый сезон карьеры за вратаря. Мы считались с вами в Армении. Армения сейчас занимает 18-ю строчку. Я не знаю, что из этого сделать. В конце прошлого выпуска мы стали даже игроком матча. Со Штутгартом мы сыграли в ничью 0-0. Но у меня было много прям таких хороших спасений, поэтому я стал игроком матча. Сейчас же мы играем против Кёльна дома. Кёльн тоже идут на 17-е строчке, практически рядом, поэтому нужно нам забирать у них очки. Посоветовали также мне настройки камеры, чтобы не... Где вот это вот... Стань легендой во время матча. Не вертикальный, а именно игрок. Чтобы как-нибудь так реалистичнее, живее было. Давайте поставим. Именно этот выпуск мы так отыграем. А вы уже напишите в комментариях, нравится вам эта камера или нет. Потому что я играл с этой камерой, и мы прям стали с вами много пропускать из-за этого. Примерно два мы вроде от Баруси Минтенгладбах как раз мы против них играли, поэтому я решил все-таки убрать. Так что давайте этот выпуск мы отыграем с этой камерой. Вот такой состав у Кёльна. Кёльн вроде как вообще недавно, только года два назад играли во второй Бундеслиге. Армения вообще только вот недавно, наверное, появилась в Бундеслиге. Поэтому у них есть Тима Хорн на воротах, хороший прям голкипер. Антонио Модеста в нападении. Ну и интересные игроки. Ну что же, мы готовы. У нас 69-й рейтинг. Армения против Кёльна. Поехали. Итак, Шухо-Арена. Армения против Кёльна. Вот они мы. Мне очень действительно нравится наш вот этот персонаж Хорват. Такой, действительно, он самый высокий из всех игроков, наверное, проэволюшена, потому что я делаю ему максимальный рост. Ну что же, вот она наша новая камера, которую мы пробовали с вами. Ну давайте посмотрим, как здесь это будет выглядеть. Подача сейчас будет углового. И отлично, кулаками мы выбиваем. Отлично, защита сработала. Все, можно уходить из этого прессинга и идти в атаку. Так, а вот и опасный момент, но это намертво. Это намертво. Хорвата, а не Хорвата, забирает мяч. Все, вводим в игру спокойненько. Пошла подача. Так, ну здесь просто заберем мяч, чтобы отворот не начинали быстренько. Не будем терять этот темп игры. Потихонечку вводим, точненько, без всяких кипишей. Все, спокойно. Итак, неплохой сейчас будет момент, мне кажется. Удар, и мы затащили. Отличный сейф. 53-я минута, вроде Антонио Модеста как раз и пробивал. Защитники у нас вообще здесь не справились. Разрешили ему пробить, но здесь вот как наше вот спасение, а? Ну шикарный сейф. Я, если мы сегодня не пропустим, дай бог, снова, наверное, стану игроком матча. Так, спокойно кипиш. Ой-ой-ой-ой-ой, а вот это вот опасно было. Я мог и влево прыгнуть, но я решил почему-то вправо. И правильно сделал. Еще и точно у нас ввод мяча сейчас. Неплохо мы прям так играем. Ой-ой-ой, еще одно спасение. Закрыли мы сейчас ближнюю штангу. Кричу я на наших защитников. Дают, пробивают, дают. Вот опять, смотри, здесь держит, держит, как с Модеста было. Здесь я просто как стоял и руку успел подставить, но все равно. Для статистики Армении это плохо, что мы даем бить по воротам. То, что я сейвлю, это хорошо. Снова угловой. Снова играю на выходе, отлично. Ой-ой-ой, и в каркас мяч попадает. Здесь бы я уже вряд ли бы даже сам бы затащил. И все. Два матча подряд, получается. Мы сами уже отыгрываем на ноль. Снова куча было спасений. Кельн, можно сказать. Да и мы как-то набираем очки и Кельн все-таки. Но надо было, мне кажется, выиграть моментов. Смотрите, мы вообще не создали возле ворот Кельна. Ни одного у нас удара. Зато Кельн замечательно играл. И мы снова второй матч становимся подряд игроком матча в Бундеслиге. У нас пять сейвов, ребят. Пять сейвов при трех ударах створ и шести ударах в целом за матч. Поэтому, мне кажется, замечательно. Действительно хорошая статистика. Вот это, мне кажется, один удар мы не затащили. Это когда в крестовину, наверное, там он попал. Но все равно 7-0 у меня оценка. Замечательно. После 13-го тура мы все так же на 18-й строчке. У нас нет еще до сих пор ни одной победы. Мы единственная команда, которая еще ни разу не победила в Бундеслиге в этом сезоне. И пропущенные у нас так прилично. Ну, кстати, пропущенных-то у нас 20. Есть тут и побольше. Вот у Униона 25. 23 вижу выше здесь. У Вольтбурга 22. И, ну, примерно так. Ну и забиваем мы, кстати, меньше все равно всех в Бундеслиге. И поэтому, мне кажется, здесь не в обороне у нас зависит все, а именно в атаке. Потому что ни одного удара в створ за прошедший матч. У меня все так же 69-й рейтинг. Мы уже 11 матчей с вами отыграли. Средняя оценка 5-7. Итак, нам приходит сообщение. Мы сегодня в старте. От нас тренер просит не терять концентрацию. Но мы играем все-таки теперь это против серьезной команды. Ладно, мы тут играли против Штутгарта, которые шли на 16-й и на 17-й Кельн. Сыграли два матча на Суханов. Но все равно. Теперь мы играем против Лейпцига. Они идут на 11-й строчке. Лейпциг прям серьезная такая команда. Мы играем на выезде причем. И вот такой состав у Лейпцига. Хоть и ушел Вернер, у них есть. Мне кажется, кому забивать. Это и Фортберг, Дани Олма, Мукунку, Собицер. Даже у них оборона намного лучше, чем у нас. Это во-первых. У них есть Польсон, которого они могут выпустить. У них есть Кевин Камбель, кстати, который что-то не в заявке. Лукман, Августин Лаймер. Абсолютно все могут нам забить. Поэтому нужно сконцентрироваться на эту игру. И поехали. Итак, Red Bull Arena. Лейпциг против Арминии. Интересно, сегодня ожидает матч. Ой. Ну, мне кажется, сегодня точно не сухарик у нас будет. Поэтому надо хотя бы мячеечку просто тащить. Я верю в наших нападающих. Но посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, хотя бы не разгромно проиграем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это первый же удар. Я не туда прыгну. Здесь это чисто моя ошибка. Я думал, он в ближний будет пробивать. Хванг Хи Чан забивает. Пятая минута. И вот и все. Сразу же концентрация пропадает. Действительно, я здесь думал, что он будет в ближний бить. Поэтому, видите, немножко дернулся в правый угол. А он пробил в левый. Для меня. Поэтому все. Сухого матча нам не видать. И вряд ли станем уже игроками матча. Ой-ой-ой. Спасение. Отлично. Затащили мы мяч. Так, а вот и штрафной удар. Давно у нас не было штрафных. Будет пробивать Форсберг. Но, скорее всего, отсюда будет подача. Поэтому вряд ли будет удар. Ой-ой-ой. Ну, что-то как-то тоже странненько. Так, кулаками отбил. Надо было прям в руки забирать. Вроде прям хороший такой чистый мяч был. Ну, вот. Отбил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Прям. Ну, это было очень сейчас опасно. Реально. Можно этот момент в повторе посмотреть, а? Нет, не покажут тут замену. Но, я надеюсь, вы там, если что, перемотаете. Кому было интересно. Но прямо в противоходном били. Мы успели прям вернуться. Вот снова. Ну, вот этот удар мы уже забираем. Все. Форсберг вроде пробивался. Десятый номер лейпциля. Но мы неплохо затащили. Ой-ой-ой-ой. Ну, это галешник прям топовый. Польсен вышел на девяносто первой минуте. Пробил. Что меня-то показывает? Я-то что он бы здесь сделал? Я выходил, причем, на эту передачу. Давайте еще раз смотреть. В чем была здесь моя ошибка? Я не знаю. Отдают на фланг. Здесь Ангелиньо. Вот. Я выхожу. Вы видели. Я выхожу. Но, наверное, поздно начал выходить. И Польсен действительно был ближе к мячу. Просто не смог накрыть. Но. Обидно. Что после двух матчей, где мы становились игроками матча, мы пропускаем два мяча. Один в начале, другой вообще в концовке. Как-то так. Но все равно сейвы у меня получилось сделать. Из семи ударов, которые были шесть створ, я пропустил всего лишь два. Шесть-ти ноль у меня оценка. Гулач не сделал ни одного сейва. У меня три сейва за этот матч. Ну, и у меня, кстати, оценка одна из лучших в команде за эту игру. Здесь только... Ну, вот ниже, выше точно нету. Только ниже у игроков. Поэтому нормально, мне кажется, мы отыграли этот матч. Итак, после 14 туров мы все так же на 18-м месте. У нас 4 очка отставания до 17-й строчки. Кстати, из Бундеслиги же можно вылететь. Потому что там же или нет? Нет. У нас же только одна, да, вот, Бундеслига. Поэтому, ну, как-то обидно. 5,8. Теперь у нас средняя оценка была. 5,7. Теперь у нас 5,8. 69 все так же у меня рейтинг. Так, нам приходит сообщение. Мы снова сегодня в старте. Играем дома против Герты. Но команда тоже из этого разряда, как Штутгарт и Кельн. Поэтому вот здесь я чисто для себя надеюсь на сухой матч. Поэтому если не получится, то здесь только моя будет ошибка, скорее всего. Состав у Герты выглядит вот так. У них есть пионток. Ну, хорошие игроки на самом деле у них есть. Но вот почему-то идут сейчас внизу турнирной таблицы. Играем дома. Поехали. Армения против Герты. Шухо Арена. Я не знаю, может, я ее вообще неправильно произношу. Поправьте меня, если что, в комментариях. Армения против Герты. Снова играем с командами. Ну, буквально тут нашего уровня. Хотя, мне кажется, мы действительно самое худшее. Это видно сейчас по турнирному расположению команды в Бундеслиге. Я не знаю. Я буду отыгрывать до последнего. Никому я не буду отправлять свои предложения. Найдется клуб, который хочет меня взять? Я посмотрю по расположению. Хотя, мне кажется, сейчас я в любую команду из Бундеслиги бы перешел. Потому что они идут, естественно, выше нас. И, мне кажется, было бы интересно просто перейти. Поэтому зимой, мне кажется, вряд ли нам какие-то предложения будут приходить. Посмотрим. Ой-ой-ой. Вот и опасный момент. И мы пропускаем. Я не знаю, что здесь надо было делать. Понятно было, что он туда будет пробивать. Как-то я не успел. Надо было и раньше, наверное, выходить. Но мы пропускаем. Герта забивает. Цунья. Цунха. Цунха какой-то. Забивает нам девятый номер Герты. И пока что, ну вот, в выпуске так у нас прям идет. Может быть, действительно, случайностью было то, что мы два матча подряд становились лучшими игроками матча. Но здесь действительно и угол прям открыли. Надо было сразу как-то и к нему бежать, и смещаться в левый угол. И мы забиваем. Отлично. 52-ая минута. 1-1. Тоже наш девятый номер. Клосс. Забивает. Супер. Давай еще сальтушку, естественно. Вот оно, наше празднование из карьеры за игрока. Ну, отлично. Давайте посмотрим, как это было. Потому что на этой камере я не могу никак приближать. Поэтому только вот в повторах мы можем смотреть. Вот в хорошую такую стеночку прям отыгрался. Вот здесь убрал. Ну, все. А там свободный угол был. И место. И он прошел, забил. Все супер. 1-1. Поэтому нужно дальше нам включаться в игру. И продолжать тащить. Ну, нет. Ну, нет. Ну, вот это вот вообще. Он дубль забивает? Нет, вроде не он. 16-ый номер. Дилрасун. Забивает. Здесь я не знаю, что мне нужно было делать. Была подача. Я на нее вышел. Но, я так понимаю, я не первый сыграл. Вот. Здесь 7-ой номер. А Герт вроде как сбросил мяч. А там пустые. Там защитник не выбил. Ну, вот и снова. Первый мяч тут за 100 лет забивает Арминия. Но все равно в матче, скорее всего, мы проиграем. Так, ну, вот наша уже здесь ошибка. Ой-ой-ой, как мы вытащили-то сейчас. Ну, нет. Ну, вот это вот вообще. Ну, это защитники уже. Ладно, я там ошибся. Типа, ну, я спас команду. Ну, сухо. Ну, вот смотрите. Да, здесь я ошибся. Но в любом случае я держал игрока. Вот. И здесь я вытащил. Что вот это надо было делать? Зачем? 3-1. И все, заканчивается у нас матч. Домашнее поражение со счетом 3-1. А Цунха нам забил дубль. Я не знаю, что по этому поводу сказать. В таких же моментах, в других матчах мы спасаем с вами. У нас был вот один удар и один гол. Я так понимаю, мы всего лишь там 2 сейва сделали. Раз там поворотом. 5-0 у меня оценка. Ну, да, я плоховатый матч сыграл. Один сейв всего лишь. Вот. Так что как-то так. После 15 уже туров мы все так же на 18 строчке. На составание 4 очка до 17. 69 у меня рейтинг. А 5-7. Не 57. А 5-7 у меня средняя оценка за 13 матчей. Итак, снова у нас матч. Играем мы против Хофенхайма. Они идут причем где-то там серьезно. На седьмой строчке. У них, кстати, сейчас у единственных нулевая разница мячей. Они 16 забили за сезон этот. И 16 пропустили. Играем мы на выезде. Посмотрим, что из этого у нас выйдет. Посмотрим на их состав. Ну, Дабур, Крамарич. Хофенхайм недавно совсем, года 2 назад так примерно играл даже в Лиге Чемпионов. Поэтому посмотрим. Интересная в любом случае команда. Хофенхайм против Армении. Поехали. Итак, Хофенхайм против Армении. Презеро Арена. Снова мы выходим. И мы точно выделяемся в этой команде. Мне кажется, все должны у нас теперь с названием команды Армении ассоциировать именно нас. Потому что мы единственные, наверное, такие вот игроки, которые выделяются. У нас там 200 с чем-то сантиметров рост. Вратарь тем более. Основной, потому что мы очень... Мы чаще всех из вратарей в Армении выходим в матчах. В нас верит главный тренер. Но результатов мы пока что не приносим. Но также дважды мы становились подряд игроками матча в Бундеслиге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну нет. Ой-ой-ой. Просто повезло. Как сейчас вообще вот этот удар? Я хочу просто на это посмотреть. Как он просто пошел. Я ничего даже с ним сделать не мог. Просто в перекладину. Здесь нам просто повезло. Что он чуть ли ножницы нам в девятку не заложил. Но мы продолжаем бороться за матч в сухую. Поэтому я просто уже здесь вынесу. Мы от атаки играем. Поэтому надо нам на выносы. Сразу же на чужую половину. Так, вот и опасный момент. Штрафной удар сейчас будет. И скорее всего мы сейчас точно с вами вот пропустим. Поэтому я не знаю, что он мне сейчас делает. Я сразу побегу вот в правый угол. Все. Ой-ой-ой. Ну а он забивает наоборот в дальний. Ну понятно, понятно. Это было штрафные. Здесь походу никак нельзя заранее куда-то встать. Потому что вот. Побежал сразу в этот. А он пробил в дальний. Все. Хотя всегда они бьют в ближний. Прямо над стенкой. А из-за стенки мне, естественно, даже не видно было, куда он будет бить. Ну как-то так. И все. Заканчивается матч. Минимальное поражение на выезде. Единственный удар вроде даже в этом матче. Ну нет. Там были, конечно, удары. Вот в перекладину. Единственный удар в створ от Крамарича, естественно. И это гол со штрафного. Крамарич 7.5 оценку получает. У меня 5.5, кстати. Хотя я не знаю почему. Ну да, ни одного сейва не сделал за матч. Потому что даже в створу только действительно один удар пошел. Так, ну у нас все так же. 18-я строчка. 4 очка отставания до 17-го места. 5.7 у меня средняя оценка. 69-й рейтинг. Алекс Тейшера стал лучшим футболистом АЗИ этого года. Поздравляем его с этой наградой. Дани Алвес назван лучшим футболистом Южной Америки. Ну что же. У нас начинается зимнее трансферное окно. Нам, кстати, приходит сообщение с желаемым номером. Армения мне предлагает продлить контракт. Вот. Ньюхауса нам только сейчас показывает главного тренера. 399. Ну почти 400 тысяч евро в год нам предлагают. До 2024 года. То есть это на 3 года нам предлагают продлить контракт. Я, пожалуй, пока что отклоню. Дождусь. Вдруг какое-нибудь мне предложение. Как минимум этот год я, наверное, отыграю здесь. Потому что мне предложения вряд ли придут. Все равно это предложение у нас будет доступно до начала второго сезона. То есть если мне никакое предложение не придет от клубов других, то я останусь здесь. Так. Мы сегодня не в основном составе, не в резерве. То есть я правильно понял? Мы даже не на... Так. Да, мы не в резерве. Значит мы даже матч этот не будем смотреть. Мы не в заявке, в общем. Играем против Аугсбурга. Аугсбург идет. Сейчас мы глянем на... На шестой строчке. То есть это даже выше, чем Хофенхайм. Это самый высокий соперник именно в турнире таблицы за сегодня. Ну что же, посмотрим. Мы играем на выезде. Как сыграют другие голкиперы. 1-0 минимально, но мы проиграли в любом случае. Ой, тут уже и Кёльн победили даже. Представляете, у нас теперь... Сколько тут? 7 очков отставания до 17-й строчки. У нас пока что вот все поражения. Ну, кстати, вот у нас 70-й стал рейтинг. Мы подросли. Вот у нас 18 лет. Теперь нам 5,7. Все так же средняя оценка. Но зато рейтинг 70. Вот так вот нам показывают, что к 21-му году мы будем 82, наверное, примерно. Но это если мы не перейдем в какую-нибудь хорошую команду, где будем и тащить, и все такое. Посмотрим. Так, нам приходит сообщение. И сегодня мы в старте. Мы играем против Вольфбурга. Они идут на 14-й строчке. Итак, сейчас у нас выездная игра против Вольфбурга. Они идут на 14-й строчке. В любом случае, это немножко даже наша зона. Ближе, наверное. Вот до 12-й строчки. Мы со всеми можем, наверное, играть даже на равных. Но что-то вот у нас иногда не получается. Поэтому сейчас посмотрим, как отыграем. Хоть и выездная игра. Вот такой состав у Вольфбурга. Серьезно, у них есть, конечно, игроки. Но не знаю, почему они так низко идут. Посмотрим, как мы отыграем. У нас 70-й рейтинг. Вольфбург против Арминии. Поехали. Итак, Volkswagen Arena. Вольфбург против Арминии. Выездная игра. Ну что же, и посмотрим. Нам там буквально осталось с вами 3 матча сегодня отыграть в сегодняшнем выпуске. И сразу же, причем, Арминия идет в атаку. Ой-ой-ой. Как опасно это сейчас было. Но мы отбили. И опасный момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вытащили, а? Из нижнего угла практически Викхорс пробивал. 27-я минута. Хороший момент возник у Вольфбурга. Викхорс здесь прям стеночка так отыгрался. Ну даже вот, мне казалось, что он по низу летел. А здесь, казалось, здесь он прям по центру так. Но все равно сейф есть сейф. Подача углового сейчас будет. И все, финальный сесток. Снова у нас уже третий матч для нас. Закончен сухую. Хоть у нас и не победа, конечно, но ничья. Тоже неплохой витата. Тем более против Вольфбурга на выезде. Ни одного удара мы даже не смогли нанести по воротам Вольфбурга. Они нам нанесли вот 4 удара, 2 в створ. Причем еще и лучшим стал Викхорс, а не я. У меня статистика вот 2 сейва зато сделал. Все вроде как логично и замечательно. Итак, после 18 туров у нас 5 очков, 7 очков отставания до 17 строчки. Все так же у нас 0 еще побед. У меня средняя оценка 5,7 и рейтинг 70. Итак, мне приходит сообщение. А нам, кстати, предлагает Лорьен перейти. Эта новость вам понравится? Лорьен хочет вас перекупить. Думаю, это хорошее предложение, ведь уровень этого клуба выше, чем вашего текущего. А всем так пишут или нет, я не знаю. Давайте сейчас зайду, конечно, в чемпионат Франции. Лига 1, да, Лорьен. Лорьен. Ну не сказал бы, ребят. Лорьен идет на 19 строчке из 20. Да, у них есть, конечно, победы, но все равно я не знаю, как бы. Это переходить, но это чисто не уровень, мне кажется. Потому что французская лига сейчас это топ-5. Бундеслига это вроде топ-4 даже. Поэтому Лорьен идет на 19 строчке, я бы отклонил. Не буду я переходить в такую команду, уж лучше в Армении доиграем. И сколько они нам... И они еще и на меньшую зарплату нам предлагают перейти. То есть я не знаю. Вот, предложение нам пришло. Посмотрим, давайте дальше. Может еще какие-нибудь нам команды предложат, но пока что нет. Уж точно не в Лорьен. Сейчас у нас игра против Вердера. Они идут на 15 строчке. У них 15 очков. На 10 мы отстаем от них. Но зато домашняя игра. Должны с такой командой хотя бы ничью-то мы забирать. Мы еще и на скамейке запасных. Вот в чем прикол. Поэтому мы будем смотреть. Армения против Вердера. Поехали. Итак, Шуху-Арена. Армения против Вердера. И мы пропускаем. 56-ая минута. Алгустинсон забивает прямым ударом со штрафного. Ну, было ожидаемо. И все, заканчивается у нас матч. Минимальное поражение дома из-за штрафного вот этого, который заработали мои же игроки. И мы пропускаем. Ну, голкипер на самом деле вот этот, который вместо нас был, тащил. Без проблем. Здесь вопросов к нему особых нет. Но вот Павленко отыграл на ноль. Хотя оценка даже у Артаги Марене выше. Итак, после 19 туров мы все так же на 18 строчке. У нас 5 очков, 7 очков отставания до Кельна. Оценка у нас и рейтинг также не изменились, потому что мы матчи не играли. Главный тренер сказал, что мы сегодня в старте. Мы играем против Униона. Они будут на 13 строчке. Это чуть даже посильнее, чем вот Вердер. Но мы играли против Герты. Поэтому, мне кажется, это где-то какой-нибудь средненький соперник. Посмотрим. Мы играем сегодня на выезде. Сегодня также вот мы закончим зимнее трансферное окно. Одно только для нас предложение было. Но это ни в коем случае не улучшение для нашей карьеры бы было. Унион против Арминии. Вот такой вот у них состав. Мы даже лучше сейчас, чем голкипер Униона. Но у них есть Макс Крузе. Поэтому посмотрим. Посмотрим интересно. Поехали. Итак, стадио Андер Альтен Форштерей. Как-то так, наверное, я не знаю, читается. Унион сегодня принимает Арминию. Не самый интересный матч, конечно, но для нас он в любом случае важен. Потому что именно с такими командами мы и можем набирать очки. Хотя бы играть вот в ничью. Это, наверное, главный наш пока что результат. Ни одной у нас пока что победы в сезоне даже нет. И вот опасный момент. Мы намертво поймали. Отлично. Хоть и за штрафной был, но все равно опасный был удар. Куда ты так? Я вообще не тому. Спокойно. Их мы пропускаем. Почему я не мог вернуться сейчас на свою позицию? Как этот гол вообще мы пропустили? Отдаю я дальнему, левому защитнику. Здесь стоит, мне мешает центральный левый. Я пытаюсь вернуться на свою позицию. Он не возвращается. Самый тупой гол, мне кажется, который мы только могли пропустить. Здесь уже чисто не моя ошибка, а чисто ошибка вот этого персонажа. Ой-ой-ой, ну вот здесь вот, да, переиграл. Он как-то немного так смещался в правый угол, я думал, будет бить. Но нет, Макс Круза нам забивает дубль. 73-я минута. Но это просто для нас провальный матч. Два удара в створ, два гола мы пропустили. Замечательно. Ой-ой-ой, вот это сейчас опасно было. Автогол сейчас не прилетел. И все, заканчивается у нас матч. Дубль от Макса Круза мы пропускаем. Очень естественно у нас был сегодня плохой матч. Три удара даже было. Я не помню, чтобы я сейвил хотя бы один удар. Но один есть, да. Один у меня сейв. Оценка 5-5 за матч. Плохой очень матч. После 20 туров, мы, кстати, уже с вами первую половину как бы отыграли. У нас вот очередное поражение. И вот, и у нас все так же. 18 строчка, 5 очков, 7 очков отставания до 17-го места. 5,7 оценка средняя, 70 рейтинг. Так, нам приходит сообщение. Сегодня крайний срок, когда мы должны ответить на все полученные предложения. Если протянуть до завтра, клубы отменят свои предложения. Я полагаю, ваших интересов внимательно рассмотреть все предложения. Но какие там, блин, предложения? От Армении, от Ларьена. С Арменией я пока что подумал, Ларьен, ладно уж, типа, пропустим. Подождем это предложение. Так, следующий матч мы, кстати, проведем с вами на скамейке запасных. Играем мы, кстати, против Шальки. Список предложений. Пожалуйста, да. Армения у нас как бы осталась. Поэтому, если не получим никаким мы предложения вот в этот период, с февраля до мая, там до июня, то мы переподпишем контракт с Арменией и будем ждать действительно хорошего предложения. Сам я лично не хочу никаким клубам отправлять предложение. Вот, видите, я отыграл полгода и мне уже в чемпионат Франции предложили поиграть. Поэтому, в любом случае, я бы хотел остаться в Бундеслиге, получить предложение от немецких команд чуть-чуть получше уровня. И тогда бы уже мы бы с вами перешли. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Также, кому интересно, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него есть в описании. Обязательно подписываемся. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok